Привет, я Арсен Баянов, и это мой проект на 365.инфо. Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях легендарные люди. Это Фархад Ибрагимов, один из основателей известного легендарного ансамбля «Бумеранг», и Александр Головинский, легендарный тоже кинорежиссер, директор студии «ХБ», заслуженные деятели Республики Казахстан, кавалер ордена «Курмет», член Академии киноискусств и наук Республики Казахстан. И они сегодня представляют не менее легендарную студенческую группу Казгу 1966 года, которая называлась «Оптимисты». И наша тема, мы начинали ее, если помните, была тема такая, какие песни пели студенты Кунаевской Алматы, это будет продолжение этой темы. А сейчас мы попросим по нашей традиции исполнить одну песню. Вот краски кисти и палитра предо мной, И холст своею чистой белизной Манит и тянет прикоснуться Углем иль кистью все равно. Вот лак из старой мастихины, Лазурь, готовая для неба, Да скучно на сердце, и мысль пуста, И глаз не видит, и молчит рука, Пугаясь первого штриха. Смотрю на холст и краски из старой мастихины, Сижу и жду, когда же вдохновенье навестит, Но задержалась где-то муза И обрекла меня на творческие муки, Наверно, для науки, науки. Устал я музу ждать, да все замазал черным цветом, И, кончив дело так, ничуть не пожалел об этом. Взял тонкую кисть, окунул белила, Понатыкал белых точек, пока терпения хватило. И вдруг пожили точки, засияли, замерцали, И стали хороводом кружить по небосводу колесом. До сей поры я в холст смотрю, Рисуя новый млечный путь, За край придуманного неба Я все пытаюсь заглянуть. Окраски, кисти, мастихин, Палитра и ультрамарин, Кроплак и охра и лазурь, И кадми желтый, и пурпур Лежат себе, скучают, Да пылятся где-то, Все ждут, когда я соберусь, Очухаюсь, очнусь, Да нарисую лето, Лето, лето. Ну, кто начнет? Вот давайте, Александр, тогда к вам вопрос. Группа оптимистов. Вы, я так понял, Вы же не музыкант, да? Нет. И каким боком Вы тогда там участвовали? Расскажите вообще об этой группе И что было? Дело в том, что я, Закончив школу, Я совершенно не думал, Куда мне поступать, Куда мне идти учиться. А мама хотела, Чтобы я быть инженером. Я писал стихи. Моим кумиром был Алжас Сулейменов. Я знал, что Сулейменов Начинал в университете, В Казгу, На географическом факультете. Тогда там была Геология, Потом она стала В политехе. И я отправился Со своим другом Вовой Ляминым Подавать документы В Казгу на геофакт Мы решили. Хотя нам было, честно, Абсолютно все равно. Пришли мы В Казгу оказался Единственный инженерный факультет Географически Там было Два факультета Две, вернее, Кафедры Гидрология И Метеорология И мы поступили Поступили Достаточно легко Хотя в школе Я был Большим троечником И хулиганом Ну так Ближе к оптимистам Ну я тут Увидел Объявление Написано, что Студент Заочник Саксофонист Казахскую радиотелевидение Анатолий Каргополов Создает Ансамбль Так То есть в этом ансамбле Будут и музыканты И он бы хотел Чтобы там была Еще и актерская группа Которая бы Разыгрывала скетчи Никакого названия Не было тогда У этого ансамбля Мы пришли С Ляминым С нами был еще один Третий Алик Лишенко И мы значит Записались туда И вместе Все уже придумали Название Оптимисты Оптимисты Потому что Ну во-первых Мы были очень молодые Потом Кто в молодости Не был оптимистом Тот наверное дурак А кто в старости Не станет пессимистом Тоже наверное дурак Более 60-е годы Золотые И значит Ансамбль получил Это название Вот я не буду Рассказывать всю историю Я расскажу Одну самую интересную Историю этого ансамбля Мы попали На фестиваль Вот у меня здесь Есть такая вот Картинка Это Первый Фестиваль Студенческих Эстрадных театров Который проходил В Москве В 66-м году Вот в феврале И мы попали На этот фестиваль Съехали со всего Советского Союза Студенческие театры Эстрадные И мы тот же Как театр Эстрадных миниатюр То есть Среди эстрадных миниатюр Там была и музыка Во-первых Там был фантастический Подбор Вот на этом фестивале На этом фестивале Был Театр МГУ Наш дом Это Известные люди Какие-то потом Оттуда вышли И Савина вышла Оттуда И Ролан Быков Вот Потрясающе Был Театр Зримая песня Из Ленинграда И Ставил спектакли В этом театре Георгий Товстоногов Был Театр Большой Такой Да Был театр Был театр Из Московского Авиационного института Они поставили Свой спектакль Наверное Самый сатирический Спектакль был Были ребята Из Нижнего Новгорода Ну из Ну понятно А вы какую программу Представили А мы представили Музыка и как Что Нет Там была и музыка Там был Каргопола Вот тут я покажу Я тут покажу Вот эту фотографию Да Это весь ансамбль Собран здесь Здесь Я хочу вас перебить Немного Каргопола Собрал состав Где уже Стал играть Фархад Так что Да Фархад Пришел намного позже 69 Да он пришел Когда я уже Закончил университет Вот Но ансамбль оставался То есть Вот смотрите Это театрализованная Какая-то труппа была Да 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 А потом Вы ушли И остался Чисто ансамбль Театр миниатюр Театр миниатюр Там оставался И музыка Там была и музыка Там Там была певица Айсулу Топалова Айсулу Топалова я знал Она в ресторане Алмата Работала Какое-то время Я туда приходил Молодой Классная певица Айсулу Топалова я знал Вот тут музыкальный коллектив Это Кудинов Контрабасист Здесь же Роберт Шахназарян Прекрасный Пианист был Да Здесь Каргопол Его не видно Совершенно За крышкой Да И вот здесь Мы здесь сидим Лямин Головинский Лишенко А вот мы здесь Вот мы здесь уже С нашей Фирменной Да Как раз это те Кто был занят в миниатюрах Те кто был занят В театральных постановках А вот меня интересует Дальше Это что Вот Суденческий коллектив Это был чисто Суденческий Выступали Были концерты Какие-то Чисто студенческие В основном там 90% Это были ребята Из Казгу Так Ребята из Казгу И что интересно Мы попали в Москву Где было 12 таких театров Собраны Они и называли Студенческие Эстрадные театры Почему эстрадные Потому что там были И ансамбли Музыкальные Там были и певцы Там были и скетчи Я был и Участник скетчей Я и писал К этим скетчам А вот смотрите И вот это вот Вас С этого момента Вы решили стать Заниматься фильмом Или как Документальным фильмом Дело в том Что после того Когда мы съездили На фестиваль В Москву И так получилось Что Опекали нас Это вообще Фантастическая история Она длинная Я не буду Все рассказывать Опекал нас Московский Художественный театр Именно Алматинский Оптимист Опекал Да Получилось так Что перед тем Как ехать За год до этого МХАТ был На гастролях А я дружил В Алмате Я дружил Девочкой Одноклассницей И ее папа Каплинский Виктор Иванович Во время войны Был командиром Зенитного Дивизиона И в этом Зенитном дивизионе Служили молодые Артисты МХАТа В 41-м году И они Приехав в Алмату Нашли своего командира Вот И стали опекать Вашим самым Леонидов Нет Леонидов Был такой Народный артист СССР Его сын Был В гостях Вот он был Молодым Тем самым Артистом Который был В Зенитной батарее И меня Эта девочка Пригласила На встречу К своему папе И я сидел За одним столом С великими МХАТовцами Познакомился С ними И когда Приехав в Москву Получилось так Что нашему ансамблю Негде репетировать Я набрался Наглости И позвонил Леонидову И все рассказал Он меня пригласил В гости Я сел за столом Я рассказал Он говорит Вы знаете Мы можем вам Дать возможность Репетировать У нас На малой сцене МХАТа И у нас было Несколько репетиций На малой сцене МХАТа А фотография Не осталась Нет Тогда мы Ничего не Фотографировали А чем Закончилась Вот интересно Ваша поездка В Москву Наша поездка Хорошая была Тем что Скетчи Которые были Нами поставлены Были поставлены Очень примитивно И Великие МХАТовцы В том числе Грибов И Яншин Взяли И немножко Нас развели По площадке И когда Нас пришли Осматривать Жюри Фестиваля И среди них Был Один из Старшекурсников Школы Студии МХАТ И он Начал Как бы Ругать Нас И когда Он Начал Ставить На место Вдруг Из зала Раздался Хриплый Такой Голос А что Это вам Здесь Не нравится Этот Орел Кто Там Тут Кто Там Тут Выступает Он Рванул Было В зал И увидел Там Грибова Он Говорит Это я Помогал Ребятам В общем Получилось Так Что мы Может быть Совершенно Незаслужен Но попав под опеку Стариков МХАТовцев Попали в шестерку Лучших театров Страны Студенческих Театров А представителем Жюри Вот этого Фестиваля Я показывал Картинку Был никто Иной Как народный Артист Российской Федерации Аркадий Исаакович Райкин И почему-то Мне выпала Честь Взять И в конце Фестиваля Поблагодарить Райкина За вот Его участие И я значит Вышел на сцену И сказал Дорогой Аркадий Петрович Все засмеялись Потому что он был Аркадий Исаакович И он Сказал мне Исаакович Я Я наверное Стал красный Как помидор Я извинился И когда В 83 Году В Алма-Ате Райкин Был со своим Театром И этот Театр Мне довелось Такое счастье Снимать Райкина И еще раз С ним встретиться И честно Признаюсь Подружиться Он не помнил Ничего этого дела Но Когда я Снял Спектакль Райкина И он посмотрел Этот спектакль Ему это понравилось Он забрал Я работал Тогда уже На казахском Телевидении В качестве Режиссера Постановщика Или драмы И я ему Предложил Показать Алма-Ату И он Со мной Поехал А мы Целую неделю С ним Были вместе И у меня В конце Перед отъездом Хватило смелости Позвать его К себе Домой В гости И он был у меня В гостях С Костиком Он говорит Можно я Костика Возьму Это еще Отдельная история Он был у меня Есть у меня Эта фотография Где Райкин У меня дома Моя в кадре Мамочка В кадре Моя дочь Райкин Рядом с Солжасом Сулейменовым И я горжусь тем Что когда мы Его провожали Я кстати Напомнил ему Эту историю И тут он вспомнил А может быть Просто Ему захотелось Сделать мне Приятное И он сказал Саша Вам было хорошо Со мной Эту неделю Я говорю Я здесь был Месяц А почему вы Ко мне Не подошли сразу По-моему Мы нашли Друг друга Я говорю Аркадий Сакович Я к вам подошел После того Когда вы Оценили мою работу Как я снял Ваш спектакль Я посчитал Что теперь Я имею право С вами познакомиться Так вот Для меня Эта поездка Закончилась тем Что по приезду Нас Университет Встречал Как героев Да Как героев И мне Мне тут же Предложили С геофака Перевестись На факультет Журналистики Потому что Я писал Стихи А уже На факультете Журналистики Я занимался Телевизионной Журналистикой И мой диплом Был Телевизионный Театр Ну интересно А теперь По нашей традиции Мы хотим Чтобы Прозвучала Вторая песня Родилась строчка Незначай А к ней Нашлась И рифма И тут Мелодия Сама Пришла Под ручку С ритмом И я Сейчас Для всех Спою Простую Песенку Свою Про Белого Полярного Кракава Кракодилам Жил на свете Белый Кракодил Худо Жил От холода Страдал Туржил Он не знал За что И кто Его Таким Родил И сиротской Злою Долею Беспроса Наградил Не ведал Кракодил Что тем Творцам Не угодил Кто В склянках Для анализа В не знай Чего Творил Да И сам Жи Удивился Тому Что Получил Тур-дур 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 Так и Бросили Бездушные Ботаники Кракодила Далеко В холодной Арктике Решив Что Кракодилу Белому Снега И льды Заиндивелые Подходят Самый раз Под свет Его Бесцветный Глаз Тур-дур 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 Бедный Белый Кракодил Тур-дур Белый Свет Ему Не мил Тур-дур Белый Свет Ему Не мил К чему Такие Зубы Он С радостью На шубу Сменял И все К ним До веса К пасти Хвост Тур-дур Но Шубы Кракодилу Не положено И он Лежит Голодный Отмороженный И хвыр И хворь И смерть Беднягу Обходили стороной Ведь на беду Он был Живут Живя Под коркой Ледяной За что Конечно Тем Ботаникам Спасибо Которым Белый Крокодил Вот так Ни вдруг Не угодил Тут Братцы Белый Полюс А не Желтый Нил Хотел Догнать Он Мишку Белого Чтоб Тот Под шубой Теплой Согрел Его До Лапы Взялись На ледю И хвост Примерз Ну какие Догонялки Да в такой Мороз Обидно Крокодилу Да нет Уж Слез Ту-ду-ду-ду-ду Ту-ду-ду Хотел Поймать Уленя Крокодил Но тут же Расхотел И отступил Кому ж Охота Как бы Кушать Не хотелось Вот так С размаху В воду Ледяную Голым Телом Ведь там Жили Ледовитый Океан А в нем Ж Холодно Голодно Бедному Белому Крокодилу теперь вопрос фархату а вот в оптимистах ты ты сразу на бас-гитара пришел или как нет короче история была такая боб кудинов он он уже закончил по моему университет да 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 вот он здесь вот он здесь да вот он он играл на контрабасе я тоже тогда уже я учился в девятом классе вы же тогда с братом уже да мы на танцах 28 в парке еще бумеранга не было не было еще бумеранга да и вот я не помню как меня что-то позвали по-моему лена кибальникова пригласила она на танцах с нами пела да вот у нас басист уходит ты как я говорю да я был девятиклассником тогда я пришел я помню этот старый контрабас с тремя струнами 4 струны так и не было я что-то взял этот баста майка топалова было и что-то пели я взял контрабас но я-то дубасить привык уже хоть и маленький был и начал играть и они так все оптимисты смотри как он долбает пацан на контрабасе воваль давай и как раз в это время купили электрогитары музеем а а бас-гитара это вообще мы не мечтали и вот когда я увидел эту первую бас-гитару вот мне ее дали и от него шел запах такой фирменный знаешь вот на лака и все это все бас-гитару правда усилители был были плохенькие ну все бас-гитара и все я попал в ансамбль и вот девятый десятый класс и уже в университете я был в оптимистах мне очень нравилась эта команда во первых я был самый младкий а вот какой что вы играли какие вещи ну что мы играли мы играли песни магомаева бюльбюля версии таки да девочки пели эдиты пьехи песни потом мян саровой ну все популярных советские какие-нибудь уже такие джаз поп музыка там что не этого не было это ну почему но от каргапалов делал аранжировки полюшка полю но она не совсем джазовая была вот но но все равно да мы делали попытки конечно игра джаз но больше мы такая была советская эстрада и все это мешалось миниатюрами на наши концерты я помню аншлаги были всегда полный но в то время же не было таких вещей как дискотеки когда было мало до зрелищно и камеру гастроли у этого ансамбля были в чехословакии чехи пригласили после нашей поездки на фестиваль шестьдесят седьмом году ансамбль оптимисты ездил на гастроли в прагу ухты вот перед тем как вот шестьдесят восьмой год да 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 перед событиями и событиями 67 году ли это был а вот кстати и и что потом уже я возвращаюсь фархаду ты фархад это же один из основателей легендарного ансамбля нашего бумеранг с тахиром и брагимовым они ядро этого коллектива но история его многие знают я думаю мы потом как-нибудь отдельно может мы сделаем с тобой состав да с каким чтобы ты поиграл и это какой-то дало толчок вот твоему конечно во первых от оптимистов это я тебе скажу так я когда заканчивал восьмой класс и даже я в конце восьмого пришел в оптимисты у меня был выбор либо заниматься музыкой под влиянием старшего брата либо заниматься рисованием потому что я одинаковые то и то любил вот я был перед выбором я мог поступить в училище причем тогда там в училище были классные ребята питерские все позаканчивали питерские школы и у меня вот я стоял перед выбором и когда меня позвали оптимисты я помню ребята пришли на нашу репетицию из художественного училища они уже видели мои рисунки вот ну что вы ты будешь поступать я так вот секунда когда нужно было выбор я сказал нет я буду с оптимистами и все ну ладно ладно они ходили на наши концерты здорово было во первых я был самый маленький то есть меня меня опекали все но и потрудивали больше всех старших него но мы любили друг друга знаете вот у нас было были такие взаимоотношения вот как семья всегда было весело всегда было что-то интересно что-то придумывали подкалывали вот и говорю про рисунки ты можешь показать что сейчас рисуна что сейчас я вот сейчас взялся сделать цикл акварелей под названием я рисую музыку но сейчас быстренько покажу вот это вот я так вижу трезвучие трезвучие обыкновенная мажорная трезвучие есть да так вот это же давай мне это хроматическая фантазия баха вот я ее я даже когда-то пытался на бас-гитаре сыграть вот но это это мое увлечение кандинским конечно так это вечное движение паганин я тоже играл на бас-гитаре свое время когда увлекся техникой это называется рождение и они искала лада я низкий лад самый распространенный мажорный лад я его так вижу и вот это вот мой любимый обожаемый это картинка называется у меня спрашивают почему ела субмарине нарисовал я говорю но это так очевидно что я не стану там же есть он из мультфильма ела субмарин вон как а вот это все из мультика ну а теперь ансамбль бумеранг это наша гордость и я кстати да я шарш на набрата сделал в свое время когда он боролся с попсой вот я его так боролся тахир абрагимов великий барабанщик да он дал большой толчок и вообще ваш ваш джаз это до сих пор уникальный и мы даже сняли я помню один фильм который на фестивале в нью-йорке хорошее место занят но это ладно а вот я хочу спросить вот бумеранг и у меня в этом фильме такие рассказать о том что вы стали уже потом с раксонаки раксонаки эта музыка совершенно другая да это казахская музыка и он сказал что вы искали вот эту какую-то синтез да да и ящик я скажу что мы нашли то есть американский блюз британский рок и казахская этника язык сам по себе вот руслана исполнение так это она действительно дало вот два альбома мы записали с раксонаками и кстати сейчас какой-то новый альбом да я же да мы прошлым летом до нем расскажу записали вдвоем с русланом это мы назвали проект бумеранг раксонаки там мы только двое руслан поет вот а бас гитара барабаны там акустическая гитара музыка из десяти композиций девять моя одну композицию написал руслан вот мне кажется удачно я ходил слушал до такой какой-то немного поп при попсов я не знаю даже что ну интересно очень музыка и там есть даже влияние битловская конечно конечно а как же все там все битлов мне ребята даже говорят слушай так странно слушать битлов на казахском языке да а мне кстати что вот с этим альбом выпускать или то что коронавирус мешал на воду из-за коронавируса сейчас много много встала но мы пытаемся искать людей которые помогли бы финансово нам выпустить теперь в двадцать первом году ну я не знаю но уже вот он концерт вам нужно совместно ну может быть да но сейчас мы готовим шаманский альбом уже опять уже опять на кида новый альбом с раксонакина ну да бумеранг раксонаки бэр короче слушайте ну вы как-нибудь зайдите сыграть вдвоем здесь интересно было бы ну можно попробовать и еще вот последний вопрос про бумеранг я знаю что сейчас московская студия напечатала какой-то винил да что ленинградская студия не граская да да вот со мной связался ее директор но он сначала меня нашел да 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 потом я дал твой телефон вот он они собираются они уже в процесс запущен собираются три наших бумерангов ских виниловых диска ремастеринг значит сделали во франции вот по моему даже и в японии и они сейчас переиздают эти три альбома чтобы продавать в европе в америке и так далее так далее все а когда уже ждем вот он мне написал недавно письмо что вот у меня есть три диска нужно было принести ну друзья уже к сожалению у нас время то хронометраж я хочу вот последний вопрос задать вам я знаю что вы сейчас совместно какой-то проект у вас да расскажите о нем дело в том что вот в этом году будет 30 лет ансамбля студии x-bet и фархад в этой студии был у меня художником мультипликатором был у меня монтажером и был у меня композитором и последняя наша работа это фильм о морисе симашка мир и морисе симашка фильм который стал лауреатом лучшим фильмом завод года два назад или три вы его показали он в цезаре у вас пример он стал лауреатом в польше лучший фильм года он получил два приза в москве и фархад был у меня композитором и звукорежиссером этого фильма как а сейчас но сейчас мы мы думаем у нас дома уже идет какой-то вот я так пойдет идет просто денег фархан будет опять композитор будет фархад опять фильм называется чокан валиханов санкт-петербурге это тема автором с автор сценария московский писатель и драматург не каркач анастасиев который со мной работал над фильмом он урпи и сове со мной работал над фильмом оба уэзове фильм оба уэзове получил кулагер двадцать десять главную национальную кинопремию и вот фаре будет композитором этого фильма ну смотрите я хочу сказать друзья вот у нас сегодня такие легендарные люди вот 66 года вместе сколько они сделали хочу их поздравить и спасибо за счет я надеюсь что у вас вот это все получится дай бог коронавирус пройдет и деньги вы найдете и ждем с премьеры может вы придете сюда спасибо и расскажет сегодня у нас в гостях была легендарная группа оптимисты и не менее легендарные их лидеры фархад ибрагимов и александр головинский пока